Сегодня уже не секрет, что за пять веков до Колумба, примерно в тысячном году, в Северную Америку, точнее, восточные берега современной Канады, открыл отважный викинг Леев Эриксон, по прозвищу Счастливый, сын легендарного первооткрывателя Гренландии и героя скандинавских саг Эрика Рыжего. Но малочисленные викинги не смогли мирно ужиться с местными многочисленными воинствующими аборигенами и в итоге были перебиты. Просуществовав несколько десятков лет, небольшое поселение викингов под названием Винланд прекратило свое существование. Следов присутствия викингов в глубине материка или на южном побережье Северной Америки учеными не обнаружены. Поэтому сегодня разговор пойдет не о них. На роль настоящих первооткрывателей американского континента сегодня предъявляют претензии и небезосновательно мореплаватели Туманного Альбиона. И на то есть веские основания. В 1621 году в книге английского писателя-моряка, стоящего у истоков первого британского поселения в Северной Америке Джона Смита, «Генеральная история Виргинской Новой Англии и острову Вечного Лета» появилось первое упоминание о неких валийских индейцах. Выходцы из Шотландии, Ирландии и Уэллсе искренне удивлялись, встретив на землях Северной Америки светлокожих бородатых аборигенов, внешне неотличимых от европейцев, да еще и говоривших на наречии, несколько напоминающим их родной язык. Для справки, валийцы или уэльцы – это просто кельты, населяющие Великобританию. В доказательство. Вот цитата из письма губернатора Теннесси Джона Сивера, историка Амосу Стоддарду. «В 1782 году я участвовал в кампании против Чироки, и на их территории обнаружил следы древних фортификационных сооружений. Вождь Аконосто сказал мне, что здесь, на берегах рек Хай-Эуай-Си и Теннесси, когда-то жило необычное племя белых индейцев, называвших себя Уэлшис. В давние времена они пересекли большую воду и остались жить в устье реки Алабама. Потом между ними и Чироки была трехлетняя война, и белые ушли на большую Миссисипи и грязную Миссисипи реки. С тех пор о них ничего не известно». Интересные сведения из этого письма. Оказывается, некое племя белых индейцев пересекло большую воду, а у индейцев большая вода – это океан, и назывались эти индейцы Уэлшис, то есть Уэльцы или Кельты из Британии. Интересный факт. Еще раньше, в 1740 году, в английском журнале «Джентльмена» был напечатан рассказ некого Моргана Джонса об индейцах европейской внешности, относящейся еще ко второй половине XVII века. «Когда я впервые увидел их, то был убежден в их родстве с какой-то европейской расой. На такое сходство указывал их язык. В 1660 году я со своими товарищами попал в плен к индейскому племени Тускарора, готовому растерзать нас. Но когда я громко заговорил с ними по-валийски, они тут же остыли и уже спокойно разговаривали со мной на валийском языке, правда, несколько испорченном». Представителями индейского племени Тускарора были европейцы, звучит неправдоподобно, но это так, и об этом не раз рассказывали многие переселенцы из Старого Света, впервые увидевшие бородатых и бледнолицых североамериканских индейцев. Знаете, какие имена носили североамериканские индейские вожди, вплоть до наших дней? Для примера, Маквагаба, стоящий медведь, Бабы-Бенесси, белая птица, Ташунка-Витка, бешеный конь и так далее. А индейцы племени Тускарора на момент появления в Северной Америке первых переселенцев из Старого Света уже носили чисто европейские имена и фамилии. Для примера, вождь северных индейцев носил имя Том Блант, а вождь южных – Хэнхок. Вожди утверждали, что эти имена дали им их родители, а вот самые распространенные имена простых индейцев из этого же племени. Если многие племена индейцев в Северной Америке были по сути обычными кочевниками и жили в шалашах, в игвамах, то, для примера, индейцы племени Тускарора жили оседла, строили защищенные с высоким частоколом и рвом деревянные поселения. Жилища индейцев имели настоящие срубовые дома, а крыши домов покрывала солома. Индейцы обрабатывали землю, имели сады и огороды. Вот, для примера, типичный индейец XIX века из племени Тускарора. И по совместительству американский фермер из Северной Каролины Гуд Генри Берри Лоурия, которого называли местным Робин Гудом. Он грабил богатых и раздавал деньги бедным. Разве это индейец? Обычный европеец? Интересный факт, не правда ли? Кроме племени Тускарора были и другие индейские племена, явно имеющие европейские корни. В 1738 году французский офицер и следитель Пьер Готье де Варен Сьор де Ла Верендри со своими сыновьями отправился на поиски таинственного племени. В глубине континента он повстречал племя манданов, внешне отличимое от европейцев. Их кожа в самом деле была достаточно светлая, волосы часто были светлыми и рыжими, глаза голубые, серые или зеленые. Почти все взрослые мужчины племени носили пышные усы и бороды. И главное, манданы вели оседлый образ жизни, струли дома из бревен и камня, имели кузницы, плуги и пахали землю на лошадях. Вот пример чудом сохранившейся один из домов племени манданов. Манданы были неравнодушны к музыке и играли на инструменте, похожем на арфу. Они поведали французскому исследователю, что их предки когда-то жили далеко на юге, но под натиском врагов отступили на север. Но самым поразительным был язык их племени. Он сильно напоминал язык кельтов. Вождь индейцев поведал, что это родной язык их предков. Для иллюстрации приведу несколько слов с одинаковым или близким звучанием. Первыми идут кельтские слова, потом манданские и в конце русский перевод. Смотрите сами. Чтобы избавиться от сильного и хорошо вооруженного индейского племени и заполучить их земли, в 1837 году местные власти умышленно занесли к манданам Оспу. И от 15 тысяч человек осталось меньше сотни, на которых в 1838 году напали краснокожие представители племени Шауни или Шони и всех перебили. Так откуда же взялись белые бородатые индейцы в Америке? Версий много, но об одной я сегодня и расскажу. Существует версия, что первым переоткрывателем Нового Света был валийский, то есть уэльский или, проще говоря, кельтский принц Мадок или Мэдок со своим отрядом, который якобы еще в 1170 году плавал в Гренландии и совершил плавание к берегам Северной и даже Центральной Америки. После второго путешествия к Новому Свету, назад в Европу, он не вернулся и бесследно исчез. Но, по мнению многих экспертов, уэльский принц Мэдок никогда не существовал и был выдуман англичанами в 16 веке для оспаривания права Испании и Португалии на колонии в Новом Свете. Я того же мнения. И вот почему. Во всех легендах индейцев, как Южной Америки, так и Северной, первый белый бог, приплывший с Востока на огромном корабле и подаривший народам Нового Света великие знания, распространяет религию, в которой отчетливо прослеживаются библейские мотивы и история из жизни Иисуса Христа. Проще говоря, белые люди явно были христианами из Старого Света. Но Библия писалась, как я уже много раз рассказывал на своем канале, с 13 по 15 века. Поэтому в 1170 году принц Мэдок или Мэдок не мог принести христианство в Америку, так как истории об Иисусе Христе еще не написаны, да и Библии еще не было в природе. Но претензии англичан не совсем беспочвены. По моей версии, история принца Мэдока могла быть списана со знаменитого и влиятельного шотландского барона графа Оркенейского Генриа Синклера. В 1398 году шотландский барон на трех кораблях действительно совершил путешествие к берегам Гренландии, а также вдоль восточного побережья Северной Америки он достиг Карибских островов, по другой версии, полуострова Юкатана. Во время второго путешествия 1400 года к Новому Свету он и его многочисленная команда, в которой, кстати, были и священники, и женщины, исчезли, и никто на родину так и не вернулся. Кстати, есть версия, что загадочные белые боги, построившие каменные пирамиды крепостей и города в Америке, это и есть многочисленные, светловолосые, белокожие и бородатые товарищи шотландского барона Генри Синклера, которые и создали высшую белую касту правителей многих индейских племен того времени. В Новом Свете кельтские моряки получили главенствующие положения и высокий статус, обзавелись семьями и богатым имуществом, и не захотели возвращаться на родину. Вот почему, по мнению многих специалистов, первые европейцы, посетившие Новый Свет, были не испанцы Колумба, а именно ирландцы или шотландцы. Которые оставили глубокий след в истории Америки. А белыми богами индейцы называли всех первых переселенцев из Европы, как из Англии, так и из Испании, начиная с конца 14-го и заканчивая началом 16-го столетия, которые вовремя подсуетились, дослужились или захватили власть у диких местных аборигенов. О времени постройки знаменитых американских пирамид и завоевании Кортесом империи ацтеков я расскажу в отдельном видео, поэтому не забываем подписаться на мой канал и следить за новостями. Спасибо. 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 Спасибо.